Всем очередной привет с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт, независимый канал, непроплачиваемый, поэтому буду сейчас говорить по поводу каких-то там казино, рулеток и так далее, связанных это с World of Tanks, да, чем вы скажете, это может быть связано с какими-то рулетками и так далее. Ну, вот знаете, как карточный шулер или как вас пытаются обдурить, так и допустим вот в онлайн игре какой-то вас могут отвести вокруг пальца, как, ну, вы сами можете это проверить или сами подумайте, просто как вот в рулетке, да, то есть вы делаете ставку, вы можете проиграть, но у вас какой-то процент на этот выигрыш все равно существует, но чаще всего это 1% из 100, то есть практически невозможно там выиграть, поэтому и называют, да, что это вот рулетка или так далее. Почему вот, допустим, там в каких-то, допустим, других странах, если взять, допустим, США или взять Китай, США это Лос-Вегес, Китай это Макао, там в этих городах, то есть распространен этот бизнес и такие, как там рулетка, там карточные какие-то игры, да, то есть там целые города, состоящие из казино, то есть в них в них процент выигрыша, то есть процент выигрыша, да, в этой игре, то есть он гораздо выше, поэтому вас там никто не обдурит, вас там никто, скорее всего, обманывать не будет, потому что там просто, вас там тоже, да, обманут на деньги и так далее, то есть, ну а там просто процент этого выигрыша, он будет гораздо выше, то есть здесь вот, если мы берем берем какие-то наши проекты, это вот сейчас популярные там Азино 3 топора и 1xbet, то есть это все, то есть это все рулетки, которые там один процент, то есть как бы вы там не, короче говоря, не не ставили там, не говорили, что вы какой-то там супер игрок, все равно вы там проиграете, то есть то есть вот как и, допустим, как в этих танках, то есть сколько бы вы ни денег туда не вносили в кассу, все равно им будет мало и вы все равно проиграете, рано или поздно, то есть понимаете, от этой, то что какие у вас там руки прямые, от этого же ничего не зависит, главное сколько вы денег сможете занести, поэтому я говорю, что как бы, да, есть какие-то там более честные проекты, но они тоже берут какой-то, да, вы там скажете, вот мне писали там, что, да, там ушел я в тундру и забросил эти танки, то есть да, там процент, сам процент, то есть процент победы, процент вот этого выигрыша, он составляет чуть-чуть больше, но вот буквально от процента, может быть, он составляет 2-3 процента, то есть как бы колеблется вот эта цифра, да, там, если вы будете играть в каком-то казино, типа Лас-Вегас или типа казино Макао, там это будет 6-7 процентов, то есть как бы все равно казино будет в плюсе, оно не будет, конечно, отдавать вам ни копейки, вот так вот, да, то есть что с барского плеча вам сразу сможете выиграть, поэтому я говорю, что почти в каждом казино от 1 до 2 процентов, это в хорошем казино колеблется этот процент выигрыша или процент победы, а в таких казино, как Лас-Вегас, Макао, там 6-7 процентов, вот, ну, в зависимости как вам еще повезет, там процент, может быть, и возрастет и до 30 процентов победы, у кого-то может быть даже 60-70 процентов, ну, это в таких играх, как покер, там, это смотря как вы сможете там играть, то есть это уже будет зависеть именно конкретно от человека, то есть конкретно от вашего умения, то есть, да, там есть игры, от которых зависит именно от умения, как вот вы играете, как вы, то есть, да, есть такие как бы игры, да, они не все вот рулетки, а вот, ну, есть, конечно, такие, что и там процент может до 70 процентов выигрыша повысится, ну, в зависимости от ваших, конечно, соперников, а в таких играх, как казино, три топора, 1xbet, world of tanks, процент он практически, ну, 1-2 процента вам дадут на эту победу, в зависимости еще как вы задонатите, да, там, ну, сейчас вы скажете, да, там же 50 процентов на победу, но на самом деле это 50 на 50 идет процент в самой игре, а по факту, по факту, да, по факту, чтобы вы, вы же хотите постоянно выигрывать, да, там нужно очень большой, очень большие деньги донат, ну, а донат это что, донат это это, это вы просто помогаете, как бы, этому человеку, да, вы раз и хотите помочь, а это даже донатом нельзя назвать, то есть вы просто кому-то даете деньги просто так, просто ни за что, просто за воздух, донат дается человеку в помощь, там, если человек, там, больной, допустим, я просто для примера провожу, там, ну, это слово английское, поэтому, если его дословно переводить, это помощь больному человеку, а кто там больной, разработчики больные или это, да, они, может, больные на голову, там, эти больные, это руководство этого три топора и так далее, но, как говорится, это же не помощь, это просто вы даете человеку деньги, как бы, безвозвратно, безвозвратно, безвозмездно, это вот, как в 90-е МММ, это финансовая пирамида, вы просто заносите туда деньги, а отдачу никакую не получаете, вот и все, это, как бы, грабеж и на, как бы, открытый грабеж, открытые, как говорится, без всяких яких, ну, как говорится, правоохранительные органы, ну, вы знаете, чем они занимаются, занимаются бизнесом, поэтому они не, фактически, с этими мошенниками не занимаются, поэтому это, как говорится, как бы, чистое поле, вольготное для них, потому что у нас в России, как бы, законы на них не распространяются, они не действуют, поэтому они так себя ведут открыто, уже в открытую, то есть вы сами можете увидеть, что у нас открываются даже и офисы этого 1XB, там Азино, то есть вот в открытую они спокойненько открываются во всех городах, то есть там, ну, как знаете, как тоже эти, как говорится, закон принят деньги, что вот эти вот не будут выдаваться эти кредиты, да, и они сейчас по всему городу разбросаны, вот так и в каждом городе, что эти мини-кредиты сейчас всем выдаются, кому не по быте, ну, вот так, поэтому, я и говорю, что это у нас вот этого онлайна, как говорится, у нас его и нет как такового в России, вот в этих играх, поэтому ни в играх ни в чем, как говорится, вы правды там не найдете. Так, ну, теперь что, по новостям, по новостям, значит, PS4, прошел я второго сына, но второй сын, он даже оказался хуже, чем вот, вот эти вот игрушки, да, вот, вот эти вот игрушки, да, Uncharted и Horizon, второй сын мне не очень понравился, поэтому Infamous, да, Infamous второй сын, я его прошел полностью, но он мне показался какой-то короткий и не очень он, как бы, по качеству мне не зашел, и сама игра короткая, вот, поэтому поменял тоже на Юле, на Авито, вот, на такие игры, Bloodborne и Devil Mark Cry, последние, как поиграю, так скажу еще, пока даже не запускал, поэтому буду говорить по каким-то играм, по каким-то новостям, какие хорошие игры, какие плохие, но вот Infamous мне, конечно, немного меня разочаровал, даже мне Infamous первая больше на персоналке понравилась, чем этот Infamous на PS4 эксклюзив, так сказать, второй сын, вот, поэтому, всем всего доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, независимый канал, абсолютно, всего доброго, всем пока!